Итак, о каком же плоде идет речь? О плоде в Писании написано, есть плод добрых дел, есть плод праведности, об этом в Писании написано, а есть еще плод духа. Это уже наш характер или качество характера. Поэтому, друзья, я знаю, что для нас сегодня, для христиан, мы призваны иметь плод духа в нашей жизни. Я об этом прочитаю Галатам 5 глава, 22 стих. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. Вот это все качества характера, но они все называются в единственном числе. Один плод духа, их немного. Он один. Это все, этот образ, характер Христов, который мы призваны иметь в нашей жизни. И поэтому, друзья, иметь добрые дела, да, написано в Писании, покажите в вере вашей добродетель. То есть есть наша часть, сторона усилий. Но есть добрые дела, которые делают и люди неверующие, не знающие Бога, не верят в Бога вообще. Они могут быть по настроению добрыми. Но приносить плод духа может только возрожденный человек. Приносить плод духа может только тот, кто на лозе, не тот, кто ходит по воскресеньям, не тот, кто пребывает на конференции, не тот, кто знает о Боге, не тот, кто знает, но пребывает. Мы много знаем. Мы все знаем. Но часто мы не пребываем. Вот почему сегодня в этом есть ключевая разница для нас, друзья. Да, для нас сегодня важно понимать, что мы иногда можем иметь служение, но не иметь плода духа. Можем иметь хорошую привычку, но не иметь плода духа. Иметь хорошие традиции, иметь хорошее правильное название, но не иметь плода духа в нашей жизни. Да, я еще не все достиг, но хочется сегодня вместе с вами сказать, но я хочу расти. Да, часто мы говорим, я надеюсь на Христа, но это часто просто слова. На самом деле мы надеемся на себя. Мы делаем часто все сами, но мы должны понять, что я себя сам внутри поменять просто не могу. Ты не можешь иметь плод духа или изменить свой характер, если ты не пребываешь на лозе.